Бьюти Тайм Я начал заниматься йогой, еще учась в школе, и, собственно говоря, в этой жизни больше ничем другим я не занимался. И так получилось, что я попал в интересную компанию людей, они все были старше меня лет на 10-20, они все чем-то таким интересовались. У меня был доступ тогда, еще в начале 90-х, к какой-то интересной литературе, и у меня были единомышленники, которые меня поддерживали. За границей, можно сказать, что я не учился, просто наступил такой момент где-то году в 2005-м, когда все то, что я мог найти здесь и на Западе, меня уже не устраивало. И я поехал в Индию и начал колесить по Индии, пытаясь найти тех, кто научил бы меня чему-то, чего я еще не знаю. Я нашел, да, и я сейчас продолжаю там учиться, но это настолько сложные техники, что они здесь не актуальны. Я практикую это для себя и делаю это для себя. Жизнь каждый день растаскивает нас на запчасти, да, мы как выжатый лимон, да, в концу дня. А йога – это то, что позволяет нам склеиться в одно целое, надуться изнутри, заполниться и жить в максимально таком энергоемком режиме. Йога – это искусство, да, это наука, это метод, который позволяет стать чуть более счастливым. Почему и как? Вот чего хотят? Они хотят быть счастливыми. Но что им нужно для счастья? Знаете что? Понимание себя, понимание, что лично мне, вот лично мне нужно для счастья. А йога учит нас чувствовать себя, понимать себя, находиться в гармонии с самим собой на очень разных уровнях. На уровне тела, на уровне дыхания, на психоэмоциональном уровне. Это способ привести свою жизнь в то состояние, в котором вы дружите с собой, у вас нет конфликтов внутри. Вы правильно питаетесь, у вас правильный рацион дня, у вас правильная культура движения, у вас правильное дыхание. Ну, как минимум, не вдаваясь ни в какие там глубины и философии, вы будете здоровее, да, вы проживете дольше, вы будете меньше нервничать. И это решение вот основной задачи. Я хочу не просто выживать, я хочу жить хорошо, я хочу быть счастливым, а для этого нужно понимать себя, что вам нужно для счастья. И йога не дает одного рецепта счастья для всех, его не существует. Йога учит нас чувствовать себя, понимать себя, принимать себя, любить себя, а это делает нас счастливыми. Я могу сказать, что я не ем мясо, но я не считаю, что это вот обязательно, да, есть мясо или не есть мясо. Мы заходим с другой стороны, вот с другой стороны. В идеале, да, вот в идеале нужно, чтобы каждый, ощущая себя, подобрал тот рацион питания, который подходит ему. А все мы разные, да, и каждому нужно что-то свое. Какова идея? Я жутко эгоистичный и ленивый. Ленивый очень. Я не люблю напрягаться. Мне не нравится, когда мне больно. Но при этом я хочу, чтобы я делал самые сложные асаны. И мне было хорошо. Поэтому эта методика, которая позволяет, не напрягаясь, не растягивая мышцы, не растягивая связки и сухожилия, не раскрывая суставы, не растягивая кожу, делать самые сложные асаны и делать так, чтобы вам было хорошо. Я просто очень хорошо знаю законы физиологии, биомеханики, просто физики. И я объясняю, как собрать тело в одно целое, чтобы оно не боялось быть разорванным на части. Йога – это гимнастика для мозгов. Мы обучаем наши мозги. А тело мы используем как тренажер, как тот инструмент, с которым мы работаем. И в йоге нет цели гибкости или шпагат продольный, или шпагат поперечный. В йоге основная задача – научиться так точно управлять своим телом, так точно его чувствовать, чтобы вы спокойно сели на этот шпагат. И дело здесь в развитии мозгов, а тело используется как тренажер. Новое направление йоги приобрело свою популярность во всем мире. Анатолий Зенченко после Челябинска проведет свои мастер-классы в шести городах России и на Украине, а в декабре его ждут семинаром в Индии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова